Одна из главных мировых новостей сегодня снова из Франции. Опять на окраине Парижа звучали выстрелы, опять полиция вызывала подкрепление. Ареной спецоперации стал район Сен-Дени на треть с населенными мигрантами. На кадрах оттуда бесчисленные кордоны оцепления, броневики, полиции и военных. Сейчас уже все кончено, боевики задержаны, кто о них официально пока не сообщается. Наш корреспондент Георгий Алисашвили оказался на месте операции вскоре после начала и весь день следил за происходящим. Сейчас он на прямой связи по телефону. Итак, Георгий, мы ждем от вас последней информации. Что известно к этой минуте? Да, действительно, здесь в Сен-Дени, в северном пригороде Парижа, завершилась активная фаза спецоперации. Уже даже открыли дороги для автомобильного движения, но новость буквально даже не последнего часа, а последних 30 минут. В городе Фьер-Фит-Сюрсен, это тоже департамент Сен-Дени, совсем недалеко отсюда, мужчина в здании почты пытался снять деньги, предъявив документы на имя Салаха Абдесалама. Это один из разыскиваемых по подозрению в организации и участии в пятничных терактах в Париже. Сотрудник почты проявил бдительность и позвонил в полицию, сумел позвонить в полицию. Но мужчина, который пытался снять деньги, скрылся. И сейчас большие силы полиции переброшены в этот город Фьер-Фит-Сюрсен. Мы сами видели, как внезапно полицейский спецназ, несколько отрядов буквально сорвались с места и поехали отсюда, очевидно, туда. В нашем районе, где мы сейчас находимся, частично сняли оцепление, но многие люди все еще не могут попасть в свои дома. На этой почве здесь даже возникают конфликты между местными жителями и полицией. Люди пережили сильнейший стресс, понятное дело. Вместе с ними мы стали свидетелями, по сути, настоящего уличного боя с перестрелкой и взрывами. К месту событий перебрасывали не только полицейский спецназ, но и военных. Мы видели, как на крыше позиции занимали снайперы. Что известно на данный момент? Главная цель операции – задержание подозреваемого в организации пятничных терактов Абдельхамида Абауда. Так вот, эта цель не достигнута, его не задержали. Семеро задержанных уже дают показания. Полиция сообщает, что они готовили теракт в деловом квартале Парижа. Двое террористов во время спецназа были ликвидированы. Один снайперским огнем, второй – это женщина, террористская смертница, успела подорвать себя. В момент штурма ранения получили пять полицейских. Есть раненые также и среди местных жителей. Хроника сегодняшних событий в Сен-Дени в нашем репортаже. Все началось на рассвете. Полицейские попытались задержать людей, предположительно причастных к пятничным терактам в Париже. Они находились в одной из квартир на Рю-де-ля-Републик. Это пешеходная улица, самый центр Сен-Дени. В пяти минутах ходьбы от усыпальницы французских королей. В момент задержания террористов завязалась перестрелка. Минут десять по всей округе была слышна стрельба из автоматического оружия. Нам показалось, что началась настоящая война. Это просто ужасно. Нельзя было открывать окна. Потом мы их тайком открыли, но полицейские нам кричали «закройте окна». Было очень страшно. Я хотела спрятаться в туалете, но вокруг все взрывалось. Услышала, как падает потолок. И выскочила, и прикрылась за дверью в комнате. Я там сидела с ребенком на руках. Вокруг свистели пули. Лазерные лучи были направлены на нас. Кругом были слышны взрывы. Мебель ходила ходуном. После этого в районе дома, где проходит спецоперация, начали раздаваться сильные хлопки и звуки взрывов. Причем некоторые из них сопровождаются яркими вспышками. Судя по всему, полиция использовала светошумовые гранаты. Стало понятно, что силами одного полицейского спецназа задержать укрывшихся в здании террористов не получается. В район Сен-Дени были экстренно переброшены подразделения французской армии. Мы услышали несколько новых взрывов, а потом все стихло на 4 часа. Местность эта открытая. Хорошо простреливается из любого окна. Известно уже как минимум об одном погибшем прохожем. А сколько террористов там, внутри оцепления, пока все еще непонятно. И вот сейчас полицейские перед собравшимися репортерами выставили такой щит из припаркованных вплотную друг к другу микроавтобусов. Возможно, это знак. Штурм начнется с минуты на минуту. Ситуация существенно осложнялась тем, что район спецоперации не успели эвакуировать. В домах оставались жители, которым было дано указание не выходить на улицы. Случайных прохожих полицейские выводили, прикрывая щитами. Здесь, в Сен-Дени, всегда была хорошая дружественная атмосфера. Все жили дружно. Арабы, выходцы из Африки. Мы шокированы, что подобное произошло в Сен-Дени. Нам здесь террористы не нужны. Хозяин квартиры, в которой террористы провели сегодняшнюю ночь, говорит, что не знал, кого пускал в свой дом. Я узнал, что все происходит в моем доме и что люди заблокированы в моей квартире. Меня попросили приютить пару человек на три дня, но я и сделал одолжение. Это нормально. Я не знаю, откуда они. Я ничего не знаю. Если бы я знал, что они террористы, думаете, я пустил бы их? По данным французских СМИ, среди этих людей был организатор парижских терактов Абдель-Хамид Абуат. Однако, среди семерых задержанных его нет. Сен-Дени – это эмигрантский пригород Парижа. Зона риска. Именно здесь случился один из пятничных терактов. Зевак, которые собрались здесь, не подпускают к месту происшествия. Полиция не разгоняет их, но оттеснила на приличное расстояние. Все в толпе выявляют подозрительных людей и обыскивают их. В какой-то момент, неожиданно для всех, спецназ вклинился в толпу журналистов и проложил себе путь к собору Сен-Дени. Мы видим, что полиция действует неожиданно жестко. Они пытаются взломать тяжелые металлические двери с собора. И уже очевидно, что внутри находится что-то или кто-то, кто очень интересует органы правопорядка. Позже выяснилось, в часовне на самом верху полицейские увидели чей-то силуэт. Здание собора обследовали, тревога оказалась ложной. А через час объявили о завершении активной фазы спецоперации. Прилегающие улицы и здания в радиусе одного километра от места, где засели террористы, обследовали саперы. И только после этого оцепление начали снимать. Оцепление перенесли сюда, так, чтобы некоторые жители перекрытого квартала смогли вернуться в свои квартиры. Но дом, где проходила спецоперация, собственно, вот он, по-прежнему закрыт, к нему не подойти. Там сейчас работают спецслужбы. Угроза новых терактов по всей Франции по-прежнему высока. Сен-Дени патрулируют усиленные полицейские наряды. Армия остается в городе в режиме максимальной готовности к любому развитию событий. Георгий Алисашвили, Сергей Мухин, Первый канал, Сен-Дени, Франция. И сейчас срочные сообщения приходят из Парижа. Стало известно, что боевики готовили теракты в аэропорту Шарль-де-Голля, в торговом центре в одном из деловых кварталов Парижа. Об этом в эти минуты сообщает телеканал «Франс-2», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.